Согласно статистическим данным отечественных социологов, в нашей стране от 10 до 15 миллионов людей, страдающих от наркотической зависимости. Число летальных исходов в результате наркомании выросло в 12 раз, а среди детей в 42 раза. Не менее шокируют цифры, касающиеся пагубного пристрастия россиян к горячительным напиткам. Почти половина мужчин и одна треть женщин трудоспособного возраста в нашей стране страдают алкоголизмом. А каждый второй россиянин – умеренный курильщик. Статистика не просто пугающая, она говорит о том, что будущее нации под угрозой. Те, кому небезразлична судьба Родины, ведут активную борьбу с пагубными пристрастиями. Общекубанское движение против наркомании, алкоголизма и курения, которое известно как передвижной консультативно-методический пункт «Маршрут безопасности» в Славянском районе поддержали представители Управления по делам молодежи, Управления по вопросам семьи и детства, Стражи правопорядка, Медработники. При их участии в Славянском сельскохозяйственном техникуме был проведен круглый стол, где обсуждались вопросы, касающиеся борьбы с вредными привычками именно среди подрастающего поколения. После завершения конструктивного диалога специалистов в актовом зале техникума прошла встреча со старшеклассниками 17-й, 16-й и 1-й школ, а также студентами СХТ. Выравнили проволочку? Выравнили, да? А теперь попробуйте сделать из этого пуска проволочки то же самое, что было вначале. Идеально правильной формы скрепку. Вот в такой форме психологических примеров начальник Управления по делам молодежи Олег Смольников объяснял подрастающему поколению то, что наше здоровье и наша жизнь хрупки. Если человек становится на путь наркотической, алкогольной или табачной зависимости, его жизнь может разрушиться. После бесед и психологических тестов молодежь отправилась на тематические станции. Детский закон, союз по вопросам семейных отношений, успешные заискатели, студия независимости. В завершении работы передвижного консультативно-методического пункта «Маршрут безопасности» на круглом столе его участники подвели итог проведенной встречи. Планируется, что каждые два месяца такие мероприятия будут организовываться как в городе, так и в сельских поселениях.